В Мурманске появился уличный спортивный комплекс, такой в городе пока единственный. Площадка разделена на две зоны. На одной для детей установили карусели и горки, на второй для взрослых – турники и брусья. Уже можно говорить о том, что в Мурманске развивается новое спортивное направление – уличный фитнес. Так что же такое стрит-ворк-аут? Подробности у нашей съемочной группы. Уличный спорт сегодня становится популярным среди мурманской молодежи. Стрит-ворк-аут – это бесплатная альтернатива дорогостоящим фитнес-центрам, когда нет возможности купить абонемент, но есть желание держать себя в хорошей физической форме. Сегодня это вполне реально, выполняя спортивные упражнения на уличных тренажерах. Кроме того, отжиматься и подтягиваться, дыша свежим воздухом, полезно вдвойне. Раз, два, три! Отлично! Поддержим аплодисментами! Это долгожданное событие для всего микрорайона на Старостино. Здесь многие годы не было даже детской площадки. Именно по инициативе жителей этих многоэтажек и при поддержке города сегодня тут возвели целый спортивный комплекс. Мы здесь вообще уже 29 лет, можно сказать, живем. И мы каждый раз, мы каждый год, можно сказать, ждали, чтобы эта площадка была. Сейчас, конечно, очень рада, но мы не дождались, когда дети наши были, еще росли. А теперь вот наши внуки. Наши внуки будут очень рады. Мы только что узнали, что она вообще строилась. Да, существует, да. Мы не знали даже, что она, но она вышла просто, я не знаю, просто чики-пуки. Ну, очень круто. Так, бокауты всякие есть там. Очень прикольная площадка. Да, здесь нужно покататься. Поработать надо было. В середине мая подрядчик приступил к работе и лишь в конце августа планировали открыть спорткомплекс. Но рабочие справились раньше срока. Эта уличная площадка универсальна, рассчитанная и на детей, и на взрослых. В одной зоне установлен детский городок, рядом тренажеры и брусья. Под ногами травмобезопасное тартановое покрытие. У нас уже многолетний опыт по созданию спортивных площадок на пришкольных территориях. Второе, это создание таких площадок на территории парков и скверов. Здесь решение другое. То есть это внутри двора, свободная территория, которая не является общедомовой. На ней по закону можно организовывать вот такие вот площадки. И, конечно, мы это будем делать. На подобных территориях планируется возвести еще пять уличных площадок. При этом следить за их содержанием будут работники не управляющих компаний, а спорткомплекса «Авангард» подведомственного учреждения городского спорткомитета. Горожанам будет с кого спросить. Есть конкретное лицо и конкретное учреждение. И вопросы освещения спортивных площадок, уборки территории от мусора, вывоз снега. Все это взял на себя муниципалитет на свои плечи посредством спорткомплекса «Авангард». До конца лета в Мурманске обновятся 13 спортплощадок возле школ и гимназий. А также на нескольких придомовых территориях планируется обустроить стадионы с искусственным покрытием.